Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Тепрое образование позитивное, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Здравствуйте. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи журналист из Израиля Дмитрий Брикман. Здравствуйте. Здравствуйте. Журналист и фотограф. Наверное, так было бы правильнее представить. Ну, давайте представим так. Да и на самом деле это вообще всегда проблема для меня, как мне представляться. Я, знаете, всегда задаюсь вопросом, кто я. Что вам ближе всё-таки? Да, что бы вы написали на своей визитке? Ой, знаете, это однозначно. Я, собственно, и написал на своей визитке. Два слова. Дима Брикман. И всё. Да. Ну, а, понимаете, это как бы, этот вопрос, мне же вот эта передача, моя детский-индийский вопрос, я традиционно её начинаю с этого вопроса, и традиционно, как бы, гости теряются. Ну, как правило, вот, чаще всего отвечают, вот именно называют имя, фамилия. Ну, долгий ответ, на самом деле, как представляться. Расскажите о своей программе передачи «Детский-индийский вопрос». Программа появилась, ну, я всегда рассказываю одну и ту же историю, я её рассказываю гостям, не гостям, потому что просто проще объяснить, потому что это не совсем программа, не совсем интервью, не совсем, всё не совсем. Она появилась в 2006 году, в Израиле была тогда война, Ливанская, это так называемая Вторая Ливанская война, и очень все нервничали. На Тель-Авив там полетят бомбы, не полетят бомбы, делали такие странные движения, заклеивали полиэтиленом окна. А мой младший сын, тогда ему было 8 лет, сейчас ему уже значительно, естественно, больше, он, значит, он такой философ маленький, ходил внизу и говорит, а зачем люди воюют? Я ему стал объяснять, евреи с арабами, арабы с евреями, потом понял, что вопрос был в разы умнее, чем я, я как бы, стал отвечать. Тогда я стал собирать эти детские вопросы, простые, незамысловатые, и им интервьюировать людей, взрослых. То есть вот такая передача, ко мне приходят в гости люди, разные, известные, неизвестные, очень известные, очень неизвестные, вообще никому неизвестные, это совершенно не принципиально. И я им задаю вот эти вопросы, простые, незамысловатые, детские. Что вам самому удалось понять за время ведения этой программы, за время того, как вы собирали вопросы от детей разных возрастов? Ведь действительно, как вы сказали, дети, как мне, опять же, кажется, смотрят на мир шире гораздо, да, и те вопросы, которые они задают, когда нам, взрослым, кажется, что ответ на поверхность, на самом деле он глубже и дальше, может быть, и объёмнее. Знаете, во-первых, у меня очень, я вот это вот деление, они дети и мы взрослые, оно мне в принципе не нравится. Вот передо мной сейчас сидит два человека, и перед вами сидит третий человек, да, которые прошли по линейке под названием «Жизнь». Ну, какой-то кусок, да. Линейка, она конечна, есть начало, есть конец. И по моим ощущениям, вот если бы я сейчас вам с вами на тему, как бы вам задал этот вопрос, в каждом из нас сидит ребёнок. Мы вот растём и постепенно обрастаем социальными бляшками, социальными статусами. Я там корреспондент, я директор, я такой, я сякой, я крутой. Но внутри нас сидит вот этот ребёнок. Просто вот как это вот такая вот, ну как сказать, вот как вот дерево растёт, вот эти вот кольца вот такие, да. А поэтому вопрос о том, что как бы ребёнок или не ребёнок, глубже или не глубже, нет. Я вам сейчас задам этот вопрос, он точно так же пробьёт у вас, потому что ребёнок сидит, передо мной сейчас сидит два ребёнка. Потому что вот сейчас сидит вот Вадим, сидит Аня, а я себе вполне себе представляю Вадима, бегающего с пистолетом по кустам, а не вот так вот укачивающего куклу, и это нормально. И этот ребёнок сидит, и вы себе его так представляете. Другой вопрос, что мы вот пытаемся как-то прикрыться. Поняли? А отвечая на вопрос, что я понял, очень много. Очень много продолжаю понимать. Мне интересно задавать эти вопросы, потому что мне интересно получать ответы. Я сам сижу, думаю, в таком режиме, в онлайн-режиме всегда. То есть очень много. Но это самое интересное, что у меня не делится, например, фотография, там, журналистика, там, другие работы, другие вещи, которые я делаю. Они просто не делятся. Это одно и то же. Иду по жизни. Для меня это инструмент понимания жизни, как фотография. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Вы также можете присоединяться к нашей беседе, задавать свои вопросы Дмитрию Брикману. Звоните, пишите в WhatsApp 230-6191. Довольно много именитых гостей было у вас в программе. Писатель Людмила Улицкая, историк Борис Акунин, также музыкант Борис Гребещиков был у вас и отвечал на те самые незамысловатые, как вы говорите, вопросы. И тем не менее, каждый раз, когда я смотрела ваши программы, те гости, которым вы задаете вопросы, они всегда задумываются и кажется, как будто ответ на поверхности, но он далеко не на поверхности. Они начинают копаться в себе. Реакция гостей, как вы её оцениваете на вопросы? Да нормально. Чем быстрее человек начнёт залезать в себя и глядеть, общаться со своим ребёнком, не с своим ребёнком, а с собой ребёнком, тем лучше. Ты не можешь оценивать, не оценивать человека. Я не оцениваю людей. У передачи есть ряд задач. Я перед собой, как журналист, ставлю несколько, я их не скрываю никогда, несколько задач. Задача первая на поверхности, интервью. Сейчас передо мной вы сидите, вы мне задавите вопрос. Задача вторая, дадут гости ответы или не дадут, это не принципиально. Самый для меня большой комплимент, когда мне после передачи пишут и говорят, вот какой он тебе глупость сказал, вот я бы тебе ответил. Это значит, что человек задумался, что человек услышал. Это самое важное, что может быть. Поэтому вот этот момент, он, конечно, для меня важен и ценен. Третье, естественно, что гость задаётся этим вопросом. Я много раз слышал, ещё раз повторяю, нет уделений, у меня известные, неизвестные люди. Фразу такую, вот сидит против меня человек, здесь же, собственно, в студии снимаем, сидит против меня человек и говорит, «А я никогда не задумывался над этим вопросом». И начинает размышлять. И это очень важно, это очень важно для него, очень важно для меня. Ещё особенно интересно происходит после записи передач. Остаёмся, часами обсуждаем, потом мне перезванивают, говорят, «Господи, что же я тебе сказал? Мне же надо было тебе ответить по-другому». И я понимаю этих людей. Я бы точно так же себя вёл. Это всё не так тривиально, как кажется, ответить на вопрос шестилетнего и восьмилетнего мальчика. У нас звонок, радиослушатели на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Янис. Да, Янис. Скажите, Дмитрий, у вас, наверное, такой интересный стереотип. Вы сказали, что вы представляете Дмитрия с пистолетом, Вадима с пистолетом и Анны с куклой. А вот я, когда был маленький, я, наверное, старше вас, это моё детство, это 60-е годы, я любил играть в куклы. Ну, я никогда не смотрел на мальчиков и дружил с ранних лет с девчонками. И не только дружил с девчонками. Откуда у вас такой стереотипский? Извините. Да, спасибо вам. Отвечу. Спасибо большое. Это вот ровно пример того, вот как бы, Янис, да? Да. Вот как человек отреагировал. А вот я бы ответил так. Вот это ровно тот самый пример. Я взял вот от фонаря, от как бы примера, я, например, с пистолетом, ну, я бегал, я в мушкетёров играл, пусть Нарве, кстати, в Эстонии, около Норуса, там бегал, играли мы, из прутиков делали шпаги, играли в это дело. Это не важно, на самом деле. Это не могу сказать. Наверное, стереотип. Но вот эта вот реакция человека, это очень важно, потому что мы задеваем, вот просто легко взяли, и одним щелчком мы пробили вот всю эту броню. Янис говорит, что он старше, чем я. Вот пробили всю эту броню возраста, и мы ткнулись вот в этого ребёнка. Просто одним и ответом. Ну, ведь интересно, что ребёнок, который сидит в каждом из нас, может быть как мальчишом-кибальчишом, так и мальчишом-плохишом. И мы видим, как детские какие-то комплексы травм, вот эти дети, которые сидят в нас, иногда вырываются самым чудовищным образом. То есть ребёнок, который сидит внутри нас, не всегда хорош. Как вы считаете? Да я по секрету скажу, что и не ребёнок, который сидит снаружи нас, он тоже не всегда хорош. И ответ у помянутой вами Борис Гребенщиков как-то дал дивный ответ. У меня долго был вопрос, я его редко сейчас стал задавать, кстати, после разговора с Борисом. Вопрос был такой, что такое ноль? Спросил мальчик. Я всегда задавал этот вопрос с точки зрения, ну вот где заканчивается хорошо, начинается плохо. Потому что там вот плохишь-хорошишь, а кто такой плохишь, а кто такой хорошишь. Павлик Морозов там 30 лет назад был хороший, а сейчас как-то наоборот стал. Или 40, да. Я его задавал, где плохо-хорошо, где порядочно-непорядочно, где там добрый же, а не добрый. Он говорит, а нету нуля. Нету ниже, есть ноль и всё, что выше. Всё вот этот, весь вот этот набор, это наши как бы составляющие. Человек это вот, ну вот у меня сейчас лежит тут на столе, вот условно представлю, представлю себе эквалайзер, радиоэквалайзер, да, вот сидит вот радиооператор у вас, и там частоты тут, это, тут, это, тут, это. В каждом из нас, это вот мы появляемся, в каждом из нас есть, мы добрые и мы недобрые, мы жадные и мы нежадные, мы порядочные и мы непорядочные. И всё это вот как-то вот так налаживается. Поэтому найти невозможно. Фраза Блока знаменитая, из пьесы «Роза и крест» «Радость и страдание одно». Где заканчивается радость, и начинается страдание. Где заканчивается любовь, и начинается горе. Кто его знает? 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Телефон на прямого эфира Дмитрий Брикман, журналист и фотограф, автор программы «Детский и не детский вопрос». У нас на прямой связи из Израиля. Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp 2306191. Вот вопрос, как слышать и сохранить, наверное, в себе этого ребёнка, потому что вот как раз портрет Чарли Чаплина у вас за спиной, мне кажется, это как раз тот самый пример ребёнка внутри, который смог создать гениальные вещи. Опять же, с помощью, наверное, сохранения вот этого маленького Чарли внутри себя. Такой непосредственности. Да, знаете, задавайте вот эти самые вопросы себе. периодически задавать себе вопросы эти, и они очень, очень помогают наводиться на резкости. Плюс любопытство. Мне, например, безумно любопытно смотреть на мир, мне любопытно знать, что происходит в мире, мне любопытно вглядываться в мир. Это что касается меня. Плюс заниматься своим делом, это очень важный момент. реализовывать свои таланты, это очень важный момент. Поэтому вот такие вещи. Но вопросы эти задавайте сами себе, и будет хорошо. Если мы говорим о фотографиях, потому что мы знаем вас как фотографа, и это тоже достаточно такой большой пласт вашей жизни, фотография тоже позволяет находить ответы на эти вопросы, в том числе на детские и недетские вопросы? А я не люблю, когда меня фотограф называют. Почему? Вот, знаете, знаете, фотография для меня это инструмент. Вот, Аня вот сейчас сидит и пишет ручкой, да? Но это же не значит, что Аня вот занимается тем, что пишет ручкой. Она пишет для чего-то. Я беру фотоаппарат и я поднимаю. Для меня фотоаппарат это инструмент понимания. Никакой разницы нет между детскими и недетскими вопросами и фотографией. просто фотография дает другую возможность, другой ракурс понимания того, что мы видим в этом мире. Понимаете, фотография, она же это единственный жанр искусства, который дает возможность увидеть увиденное, осознать то, что мы увидели. Понимаете, вот сейчас, даже сейчас, даже скайп, там плохие, плохое качество, картинки, все равно, какое-то движение, наши глаза жадные, мы смотрим туда, смотрим сюда, нам надо посмотреть на руки, вы посмотрите на компьютер, что-то туда-сюда, происходит какое-то движение, наши глаза жадные, а фотография это единственная штуковина, которую вы можете взять и осознать, что вы увидели. Вот вы вдумайтесь, вы снимаете, у меня вот сейчас, у меня вот здесь лежит вот эта штучка, и у вас такая же там в кармане где-то лежит, и раз в день вы вот в такую позу все дружно становимся, мы все дружно становимся, селфи, дико мне нелюбимые или не селфи, но мы снимаем фотографию, очень мало снимаем видео, потому что фотографии я могу потом остановиться, приблизиться, посмотреть, сделать вот так вот пальчиками, вглядеться в глаза, вглядеться в сюжет. Поэтому фотография для меня это, конечно, инструмент понимания мира. И разницы, в общем, нет между детскими вопросами и фотографией никакой. Что вам удалось понять, снимая «Осхождение благодатного огня»? Я его снимал много раз. Вы имеете в виду последняя съемка? Ну, последняя, ну и вообще в целом, может быть, если вы так можете обобщить свои ощущения и эмоции. Очень сложные эмоции, это очень, в принципе, очень сложное действие. Не сложное действие, а я снимал много раз «Благодатный огонь». Я просто туда приходил, у меня была история, когда я провел ночь перед схождением благодатного огня в храме Гроба Господня, когда оттуда всех выгоняют, но, так сказать, мне удалось там оказаться. И это было тоже очень интересно увидеть этот момент. И последний, конечно, раз, вот то, что было вот совсем недавно, когда в Иерусалиме не было людей. То есть я там, по-моему, был единственный фотограф, который снимал. Там никого не впускали в храм, я зашел позже, я там сходил, выходил. В храме было как раз не очень интересно, на самом деле. В храме было там, в этой громаде было человек 40 священников, 10 проводили, так сказать, вот это действие. Ощущение, скорее даже не отхождение благодатного огня, а ощущение от того, что происходило в Иерусалиме в этот день. Потому что такого не видел никто, потому что такого никогда не было. Иерусалим – это люди. А в этот день там не было людей. В этот день, когда в храм заходит там 10-15 тысяч человек, там набиваются просто вот так вот люди, не было никого. Где на площади не протолкнуться, не было никого. Где улицы там не пройти, они были абсолютно пустые. И вот это ощущение странности и ощущение… Знаете, ощущение такое, представьте себе, что… Ведь ритуал схождения благодатного огня – это столетиями отработанное такое действие, да, прописано в статус-кво, там порядок, один, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой. Там зашли, вышли, вынесли огонь. Огонь зажжённый вынесли. И этот… В этом ритуале главное… Это вот прописанный ритуал, и главное в нём люди, да? Представьте себе огромный, условно говоря, вот, я не знаю, огромный там спортивно-концертный комплекс, на сцене идёт шоу, и в зале никого нет. И артисты не понимают, артисты, понимаете, вот люди, которые ведут это действие, там, тот же Ваджих Нусейби, те же представители Джуду, те же представители греческой церкви, армянской церкви, они… Это люди, которые привыкли выходить на сцену в этот день. Они выходят на сцену, а в зале никого нет. И из этого вот действия пропала вот эта энергетика людей. И это было очень странно. Это был очень странный момент, когда там же вот финал восхождения благодатного огня, это когда грохает колокол, главный колокол над храмом гроба Господня. Это дикий грохот. Обычно дикий грохот, и сразу же, так сказать, крики, там, свечи. Грохнул колокол, и из храма вышел один человек. И этот сюр, пустая площадь перед храмом гроба Господня, один идущий человек со свечой, и гремящий вот этот колокол. Ощущения были очень странные. Но я про это долго могу рассказать, про это нам не хватит и сейчас. Да, нам сейчас нужно сделать небольшой перерыв, потом мы вернемся и продолжим. Дмитрий Брикман у нас на прямой связи. Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Журналист из Израиля. Дмитрий Брикман с нами на прямой связи. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Да, телефон на прямого эфира, напомню, 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните также из-за рубежа, код Латвии плюс 371. До перерыва мы говорили с вами о схождении благодатного огня. Вы снимали этот процесс, это действо. Вы до перерыва, опять же, сравнили это, ну, провели такую параллель, скажем, с концертом, где нет зрителей. Можно ли сравнить схождение благодатного огня и назвать его представлением, то, что происходит? Знаете, это очень такая тонкая тема. Разумеется, да. С точки зрения, как это выглядит, разумеется, да. Это просто с какой стороны ты на все это смотришь. Вот когда я провел... Я очень много снимал, очень много вообще, в принципе, у меня в жизни так получилось. Я провел и в театре, и за кулисами, и на сцене, так сказать так или иначе, связанно со сценой. И когда я провел вот ночь перед схождением благодатного огня, это было абсолютно четкое ощущение вот подготовки к концерту, к действию. Тянутся провода, прокладываются камеры, корреспонденты там делают чек-ин, свет выставляется. Весь, вся вот эта история, она очень прописанная. Она прописана от и до вплоть до минуты, когда это происходит. Происходит там либо без пяти-два, либо в два-пятнадцать, по-разному. Этот момент происходит дня. Но это очень такая, очень четкая, очень структурированная история. Конечно, проходит. Ощущение вот такого действия есть. Ну, это любое действие. Люди, это любое действие. Это всегда действие, всегда шоу. Вы сказали о том, что все прописано до минуты и говорили, упоминали статус-кво. Но ведь благодатный огонь может ведь и не сойти. Или не может? Можно я не буду отвечать на эту вопрос? Почему? Побоюсь. Знаете, я расскажу историю. Как-то получилось у меня... Я приехал делать в Старый Город фоторепортаж о безопасности в Старом Городе. Ну, мне было очень интересно. Это, в принципе, очень интересная тема безопасность Старого Города. Там есть специальный полицейский участок. Вот, Иерусалим, Старый Город. И меня... Мы там общались с начальником, а я, так сказать, в позе журналиста. И там к нам... А есть в Израиле, значит, в израильской полиции офицер по связям с христианскими святынями. Тогда это был Джонни Кассамбри. Он католик, раб, католик, христианин, естественно. Офицер израильской полиции. И я... А я в позе этого самого. И я говорю, Джонни, скажи мне... А вот... Скажи мне... Я говорю, на «ты» это потому, что на иврите говорят на «ты». Нету «вы». Мы же говорили, естественно, на иврите. У тебя вот... Какой самый сложный день у тебя в году? Он говорит, ну, разумеется, восхождение благодатного огня. Я говорю, окей. А скажи мне, вот... Неужели по статус-кво там всё так чётко прописано? Он говорит... Ну, там, потому что там же идёт очень... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И без пяти два огонь, да. Он говорит... Нет, нет. Там примерно прописано. Это вот турки тогда прописали. Я говорю, а откуда этот график? Говорит, он графики оставляет. Я говорю, то есть, получается, что... А в конце благодатный огонь. Я говорю, получается, что благодатный огонь сходит по команде офицера израильской полиции Джонни Каасамбри. Ну, он засмеялся. Ну, вот так. Но, тем не менее, вот этот элемент чуда, который обычно сопровождается с хождением благодатного огня, потому что для людей, не верующих, это история, которую, опять же, можно объяснить с точки зрения физики. С другой стороны, для многих это такая очень важная... очень важная символ, потому что, как известно, если благодатный огонь не сойдёт, то всем нам будет плохо, ну, в религиозном понимании. Для вас всё-таки с хождением благодатного огня – это чудо или это технология? У меня есть друг, вот очень близкий друг, Гевон Твардапет. Это настоятель храма святых архангелов армянской церкви в Иерусалиме. Он очень много писал про благодатный огонь. Он религиозный человек. Если вот кто-то хочет, найдите. Он очень много рассказывал на эту тему. И очень много. Это вот ещё раз повторяю. Он священник. Он имеет право на эту тему говорить больше, чем я. Но в одном мы с ним точно сходимся. Вы знаете, это очень плохая вера, если для поддержания её вам нужно чудо. Вопрос, что такое вера, – это вообще, в принципе, очень отдельный сложный вопрос. Перед вами сидит человек верующий и абсолютно нерелигиозный. То есть не принадлежащий никакой конфессии, ни иудаизму, ни христианству. Я это никогда нигде не скрываю. Я всегда это всем говорю. Вопрос веры – это принцип, вопрос, вот есть такой среди детских и недетских вопросов, вопрос 13-летнего мальчика. Зачем нужна религия, когда есть вера? Мы дружно путаем вот это понятие, так сказать, религия, вера, религия, вера. Я сейчас вам задам, можно я сейчас поменяю, на секундочку. Вы передо мной сидите два человека, сформулируйте мне, что такое вера. Вы только что его использовали в этом разговоре. Ну, это история про… Перед вами сидят два человека с разными взглядами на религию и на веру, потому что я человек неверующий, но в таком традиционном смысле, и нерелигиозный. Соответственно, для меня, как для человека, ну, я не атеист воинствующий, но агностик, по крайней мере, для меня это история проще, да, то есть я думаю, что ничего там нет. И, соответственно, мне проще в этом смысле отвечать на эти вопросы. Для человека верующего, и я уважаю людей, которые верят, которые являются верующими людьми, наверное, это более сложный ответ. Поэтому для меня религия и вера в данном случае, как бы, они не так символичны. Аня, а вы? Ну, наверное, как бы это сформулировать, это действительно очень сложный вопрос. Наверное, вера – это вода, а не формула H2O, я бы вот так сказала. Да, хороший ответ. Ну, а для меня вера, как бы, каждый по-своему вкладывает в этот термин, я тоже скажу, поскольку два человека сказали, я не вижу причем, почему я должен скрывать. Для меня, вот, много лет задавая этот вопрос, я уже для себя сформулировал, вера – это ощущение жизни в присутствии смысла. Но смысл может быть и без веры. Без веры в то, что есть кто-то, кто сильнее… Я не сказал про кого-то, я не сказал ничего-то. Я сказал, для меня вера – это ощущение жизни в присутствии смысла. Что я пришел в эту жизнь не для того, чтобы поесть, размножиться, поваляться на солнышке, покрутиться, погреться с той и с другой стороны, а потом благополучно отсюда уйти. То есть есть смысл в моем появлении здесь, и вот в это я верю. Поэтому это для меня вера. Она никаким образом не связана ни с, так сказать, с тем дяденькой, который сидит на небе. Видите, как три человека дали три разных ответа. Надо сказать, что у атеистов и у агностиков также есть смысл в жизни. И осмысленности к действию и пришествии своей миссии какой-то на этой земле. Да разницы-то никакой нет. Вы можете назвать себя атеистом, можете назвать… Когда мы говорим про агностика, агностика – часто определение, говорят, что такое агностик. Вот я Любу Бермана спросил, наверное, на детских вопросах было Игоря Мироновича, что он говорит, я агностик. Я говорю, а что такое агностик? Он говорит, ну что-то есть, ну черт-то знает, ну на всякий случай. Но это человек, который не хочет испортить отношения. Знаете, кто-то неудобно. А вот передо мной сидит Вадим, который говорит, я больше как бы черт-то, на всякий случай. Да, оставим в себе некоторые пространства для маневра. У нас звонок от радиослушателя, давайте его не слушаем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Вот вы знаете, я несколько раз была в храме гроба Господня, ездила туда. И вот там, где самое святое место, где камень лежит, и не забыл это название. Вот там еще Виктор Астафик описывал, там такая благодать, это небеснимое себя, на тебя опускается там объяснить, это невозможно, да, делишь в это чудо. А вопрос у меня такой, а как вы считаете, а почему вот первые пять минут, он совершенно не обжигающий этот огонь? Не обжигается. Там же к лицу преподносит его и везде, он не обжигает, это точно. Значит, я, во-первых, обжигает. Если вы просто положите руку, он обжигает. Если вы так проведете руку, сколько бы вы можете, через пять минут, через десять, через пятнадцать, попробуйте, поводите над свечкой, ничего не произойдет. Я видел много раз, эта формулировка, она достаточно частая, я много раз наблюдал за этим моментом. Нету людей, которые себе по бороде водят этим огнем? Нету. Нету людей, которые вот так вот в лицо будут? Нету. Я не видел, я там был ни раз, ни два, ни три, ни четыре в этот момент. А вот что касается того, о чем сказал Астафьев, я не знаю, что он испытывал. Я могу рассказать про одно свое очень интересное ощущение в храме Гроба Господня. То, о чем вы говорили, это камень мира помазания, камень, по которому у входа по преданию обмывали Иисуса. У меня так получилось, что я несколько раз оставался на ночь в храме Гроба Господня без схождения благодатного огня, просто оставался. Там происходят службы ночные, и потом люди, монахи, служащие, они просто расходятся, и ты остаешься один. И я просил, у меня была возможность там, то есть ничего такого нету, вот самым как бы центром храма Гроба Господня является маленькая часовинка Кужуклия, которая построена на месте, где по преданию находилась пещера, куда был внесен Иисус, и где вот оттуда он вознесся на небо. Пещеру сравняли уже много раз, но неважно, это место определено. В Иерусалиме в принципе невозможно спрашивать, вот ни один гид вам не скажет, нельзя спрашивать вопрос, правда ли, что это было здесь. Нет, нет ответа, такого не может быть. Так вот я оказался, я имел возможность один в храме, я просто один в храме, вот в этой громаде ты один. Ну там было еще несколько человек, но он слишком большой, и там каждый находит свой уголок. Я нашел вот в Кужуклие, это вот комната, 4 квадратных метра, 2 на 2, да, 2 на 2, где расположена ложа с камнем, и вот по преданию находился Иисус, откуда он вознесся. И вот когда ты там сидишь, один в этой комнате, и ты понимаешь, что эта комната, вот сюда, вот в это место приходили не миллионы, а миллиарды людей. Это вот комната сталкера в чистом виде. И ты приходишь, и тебе, и сюда люди же приходили не 100 рублей просить, да? Ну кто-то, может, и 100 рублей просил, никто же не знает. Но в большинстве своем люди приходят вот с этими, и когда ты ощущаешь, физически ощущаешь вот то место, концентрировано, оно очень концентрировано, потому что к стене плаща тоже приходит, но стена плаща большая. А вот здесь вот конкретно, в этом месте, и ты понимаешь это, то, конечно, понимание это тебя немножко переставляет, когда ты понимаешь, что оказался в настоящей комнате сталкера. Поэтому да, это можно и так определять. Каждый по-своему, наверное, свои ощущения. У Иерусалим вызывает, в принципе, у каждого свои ощущения. Есть люди Иерусалима, есть люди не Иерусалима. Я видел многих людей, прекрасных людей, которых выдувало из Иерусалима. Просто им было тяжело там. Есть масса прекрасных людей, которые, наоборот, они приклеены к Иерусалиму. Это ничего не говорит про человека. Это просто вот такая вот особенность. Единственное, что в Иерусалим точно никогда не делают, он никого не оставляет равнодушным. Его могут любить, его могут ненавидеть, но из него нельзя уйти. Ну, то есть можно, но ты должен быть совсем отмороженный. Мне кажется, что здесь еще я был в Иерусалиме, и был в храме гроба Господней, и был в Вифлееме. И интересно здесь как раз, как мне кажется, опять же, подчеркну, я говорил уже, что я человек неверующий, здесь ты просто соприкасаешься с большим количеством историй, мест, о которых ты читал, в том числе о которых ты знаешь из Библии, или, по крайней мере, из интерпретации Библии. Иерусалим, конечно, пропитан этим духом таким, и в этом смысле ты просто идешь по энциклопедии. Вот такое ощущение складывается у человека, который посещает его как турист. И я сейчас говорю о субъективном восприятии. Разумеется, понимаете, это дело в том, что ощущение история под ногами, оно в принципе очень сильное. Вот я вот сейчас, вот мне сейчас дети, я не собирался, к нему не собирался к этому делать. Вот я сейчас дотянусь, тот, кто слушает, тот не увидит, а тот, кто не слушает, вот увидит. Мне подарили вот такая штучка, да, это свинодельни, примерно где-то шестой век нашей эры. Болевцы там, на раскопках такого много лежит, и много этого не собираются. Там слишком много в Израиле вот это. Часть кувшина это. Да, но здесь, к сожалению, вы не увидите по скайпу. Это вот такое ушко, да, и человек, который приклеивал это ушко, ему надо было упереться сюда пальцами. Вот с этой стороны упереться, а с этой стороны приклеить ушко. Так вот здесь два следа от пальца. И вот когда вот у меня сейчас вот лежит два следа от пальца человек, который жил в шестом веке нашей эры, очень странные такие вот ассоциации, ощущения появляются. Естественно, Иерусалим – это квинтэссенция этого, это вот квинтэссенция того, что ты оказываешься вместе. Даже было это здесь или не было. Знаете, есть дивная байка, байка, правда. Есть место такое, гробница царя Давида, да. И есть такая, ну, в общем, такая история, что молодой человек спросил у Рэбби, старого, он спросил, скажи Рэбби, правда ли, что вот здесь похоронен царь Давид? А что он ему ответил? Ты знаешь, юноша, похоронен здесь царь Давид или нет, я не знаю. Но если царь Давид был похоронен не здесь, он бы нашел силы взять и перенести себя сюда. Потому что столько народу приходило сюда поклониться его костю. Поэтому этот вопрос в Иерусалиме, конечно, это… Я сколько раз туда ездил, сотни раз. И каждый раз это по новой, каждый раз опускается батарейка. Это очень странное ощущение, конечно. Ну вот еще приходят нам сообщения по WhatsApp. Добрый день, вопрос к Дмитрию. Детский, есть ли что-то, что вызывает умиротворение? Иерусалим вызывает ли умиротворение? Кстати, с российского номера, я вижу, пришел вопрос. У каждого по-своему. У каждого по-своему. У каждого свои ощущения. В этом гениальность этого места. У каждого Иерусалим свой. Каждый находит свой Иерусалим. Для меня слово умиротворение… Ну, скорее, ощущения сталкеровские такие. Знаете, когда ты приходишь, мне там комфортно. Но это не слово «любовь». Он просто выше этого чувства. Но, черт, повторяю, у каждого свое. Знаю массу людей, у которых вызывает умиротворение. Они просто приходят в себя. Но история про сталкера – это ведь история про одиночество в какой-то степени. Потому что это погружение в такую одинокую и часто враждебную среду. История сталкера. История с чем? История сталкера. Ну, вот вы не первый раз говорите про такое сталкеровское восприятие. Конечно, мы можем сталкера или по Стругацкому, или по Тарковскому. Но, тем не менее. Или просто по человеку, который ищет что-то в таких, на забытых территориях. Почему сталкер? Почему это вызывает в вас такие эмоции? Знаете, вот особенно чувство… Вот это мое чувство… Вот мы вернемся к разговору о восхождении благодатного огня в этом году. Вот в этом году я особо физически это ощутил. Понимаете, вот гений Тарковского, там же в фильме не происходит ничего. Ну, травка колышется. На вагонетке они едут. На вагонетке, вот эта вагонетка, вот эта артемьевская музыка, вот они приезжают. А потом вот это ощущение присутствия тревоги, страха, оно появляется там. Вот весь фильм, вот вроде ничего не происходит, но вот эта штука, она там существует. И та же самая история была, поскольку сейчас в Иерусалиме не было людей, а Иерусалим – это такая, знаете, это индикатор такой того, что происходит в мире, да? Это вот в чистом виде индикатор. А в мире сейчас в разных странах по-разному, но везде вот одинаковое вот это ощущение страха, непонятности. Вроде как мы сидим, а вроде вот как-то вот эта пандемия, вот этот великий карантин, в котором мы все дружно оказались. Вроде ничего не происходит, а страшно. И вот Иерусалим, вот он обостряет эти чувства. Вот это он просто показывает. То есть для меня, ну, ты можешь сидеть в Иерусалиме и смотреть на то, что происходит вокруг, и ты много чего узнаешь. А одиночество – нет, это не одиночество. Помните, сталкер говорит, мне говорит, мне здесь хорошо. А солонит ему говорит, что это как-то здесь, киньте эту самую гаечку и без гаечки. И с гаечкой как-то не очень хорошо. Это каждого по-своему, у каждого свой Иерусалим. Это нормально. Это нормально, это в этом весь его гениальность этого города. Вот в этом чудо этого города. Успеем ли мы принять звонок? Примем, да. Слушаем, сорвался у нас звонок. Перезвоните нам, если быстро, 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Валерий. Да, Валерий, давайте вопрос. Вот мне нравится этот корреспондент из Израиля, он не отвечает прямо, но я вам скажу прямо. Значит, как схождение этого огня, так и все другие действия в церквях, ну, в любых. Это, конечно, спектакли, поставленные спектакли. Все церкви и ответвление это... Вы теолог? А? Вы теолог, религиовед? Нет, нет, я вам говорю, я... А почему вы решили, что это все поставленные спектакли? Ну, из вашего сказанного тоже следует. Вы прямо не сказали, но вы использовали эти выражения. Это спектакль про часа, сделанный и все цели всех церквей. Вы слышите меня? Да, мы вас слушаем. Да, да, да. Цель. Это вот работа. Это такое у людей работа. Конечно, верить в Бога, это помогает, особенно перед смертью, что ты будешь жить там. Но, в принципе, для этих людей всех это работа. Это как бы продолжение тех шаманов и жрецов, которые раньше были в те времена. Да, спасибо вам за ваше мнение. По всей видимости, тоже бездоказательное и субъективное мнение нашего радиослушателя. Человек имеет право на мнение. Человек имеет право на мнение, и я как бы спорить не буду. Я много говорю, но могу говорить на тему веры. Я знаю многих людей, для которых это, разумеется, не является работой. Есть дивный вопрос среди передач. Кстати, вопрос из книги Михаила Дымова, знаменитой книги «Дети пишут Богу» реческого писателя. Да, был такой. Я как-нибудь вам расскажу, если получится, как-нибудь расскажу историю о том, как получилась эта книга, потому что в этой студии мы узнали историю, как она создавалась. Вдруг неожиданно здесь оказался сын Михаила Дымова. Которую я давно знал, но не знал, что он его сын. Так вот, там есть дивный очень вопрос, очень жесткий вопрос. Не помню, сколько лет мальчику. Скажи мне, сколько среди верующих верующих? Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Но я бы не был так категоричен. Последнее, чтобы я стал говорить. Почему я так осторожно и уклончиво говорю? Потому что это очень тонкая тема. И для людей она очень важна. И для многих людей очень как-то… Надо с этим делом быть очень деликатным. Знаете, не надо выходить и говорить «Бога нет!» или «Бог есть!» Либо сиди там… Это вот как бы среди религиозных людей, с которыми я очень много общаюсь, среди думающих, конечно, никто так вот в лоб дубиной. Иди и сядь, ноги скрести так, ноги не скрести так. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим нашу программу. Время, к сожалению, подошло к концу. Дмитрий Брикман был с нами на прямой связи из Израиля. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо вам.